Добрый вечер, друзья! Друзья, мы возвращаемся, как обычно, следить за американской дотой, как обычно, с адекватом. Адеквата Морталис для вас будут работать. Посмотрим, сумеют ли Evil Geniuses или Thunder Predator дать бой в гранд-финале Quincy Crew. Но об этом будем говорить позже. Сегодня у нас два матча. Последняя встреча в нижней сетке, ну и, конечно, гранд-финал в формате Best of 5. Я не знаю, как здесь вообще можно дать прогноз, потому что вчера мы остались под большим впечатлением от игры Thunder Predator. Сегодня для них будет еще более сложное испытание. До этого они уже выбили две североамериканские команды. И пока идут прям по головам и стараются дойти до гранд-финала. Это будет хорошее достижение для них уже как минимум. Но для этого нужно преодолеть еще одну ступеньку в лице Evil Geniuses. Я напомню, что в группе ЕГЭ переиграли Thunder Predator, но переиграли со счетом 2-1. Если вы смотрели, то вы помните, как Thunder Predator героически сумели наказать ЕГЭ, которые стали ошибаться и где-то играть, может быть, не на полную силу, где-то недооценили соперника. Ну а сегодня, я надеюсь, что история не повторится. И ЕГЭ мы увидим в боевом виде. И, конечно, увидим таких же Thunder Predator, как вчера. Сейчас мой коллега выйдет на связь. А, я просто ждал, когда ты свой спиди закончишь. А то у тебя прям это... От начала до конца думал, все, все. До конца матча уже Морталеца не остановить. Он вам все расскажет про американскую доту. Да, всем привет, друзья. Привет тебе, Дим. Посмотрим, посмотрим. Возможно, матч-реванш здесь произойдет от команды Thunder Predator. Возможно, Evil Genius легко закроет сервис с счетом 2-0. И мы даже и не удивимся, друзья, если Thunder Predator 2-0 переиграет ЕГЭ. Потому что здесь, возможно, всякое. Эти команды друг у друга карты отжимают. И в плей-офф то же самое происходит. Поэтому, наверное, будем больше внимания уделять каждой конкретной отдельно взятой карте. Потому что, возможно, подготовка друг к другу обязательно, да, на основе того, что уже было между ними. Какие-то вот специфические баны определенные. Например, Рикимару, да, First Ban. Это тоже подготовка команды ЕГЭ к сопернику. Вот такие вот нюансы. Из них, конечно, будет и выстраиваться общее положение дел в этом матче. Жутко интересно, друзья. Супер интересно. Лично я не буду скрывать, отдам свое предпочтение команде Thunder Predator. Я хочу в гранд-финале увидеть противостояние Северной Америки и Южной Америки. Но мои желания — это лишь только мои желания. Как говорится, мои ожидания, они никого не должны волновать. Ваши ожидания — ваши проблемы, коллега. Да, да, именно так. Классик великий. И я с этим вообще не спорю, друзья. С этим вообще не спорю. Ну что, Пики? Пики? Ну, ты правильно отметил. Рики — это бан, очевидно, против Thunder Predator. Вчера этот Рики чуть ли не в соло выигрывал серию для команды. И бан из Сефа, на котором Лео Стайл тоже несколько раз за турнир показывал. Хороший уровень доты. Может быть, бан не самый очевидный. Сейчас ни от кого не увидите Сефа в бане в первой стадии. Так не делается нынче. Ну а что забанили Thunder Predator? Тут, в принципе, было очевидно. Эмбер Спирит — Чен, да. Коттл, раз уж сами не собираетесь им играть — да. Ну и ФП, соответственно, у соперника. Ну а Драгонайт как одна из опций, которую ЕГЭ периодически использует в центре. Просто очень сильный метовый герой. А вот то, что набирают, уже меня немного удивляет. Потому что я не помню Thunder Predator на гирокоптерах и фурионах. Вот Спирит — окей. Это вот Спирит — четверка для Мэтью. Умеет, может, практикует. Еще вариант с центром остается, потому что пока эта позиция тоже вакантная. Да, там ведь играл Лео Стайл вчера круто. Закрывающий пик как раз-таки будет Thunder Predator, поэтому мы не будем определять сразу на четвертую позицию. В общем, подумаем. Ну, фурион тройка, гирокоптер керри, винтер и верно пятерка. Пока так. Двойка, четверка пока будут размышлять, будут думать. У ЕГЭ все предельно ясно. У них тут без каких-либо нововведений, я так думаю, в доте. Да, это что до Демона Мирана два саппорта, без мастера Флэйнштурмид. Все роли понятны, все позиции понятны. Тут уж Thunder Predator будут определять, кто на какой линии окажется, против каких персонажей. Для этого у них как раз и ласт пик. Удобно получил, кстати, сторона Radiant плюс ласт пик на первой карте. Очень-очень хорошо, очень удобно. Вчера они, кстати, за Тайр две выиграли. Да или нет? А, нет. Я что-то запутался. Или наоборот за Radiant они две выиграли? Нет, наоборот. Одна туда, одна сюда, по-моему, была. Да. Сложно. Сложно соображать уже на 17-й ночной эфир. Надо собраться, конечно. Последний день, последние силы, что называется, и в бой. Ну вот сейчас что должно сделать Thunder Predator? Забанить керри, который бы помешал их герокоптеру выиграть игру. Ну и потенциально мидеру. Они посчитали, что это спектра. Ну, посчитали, что это спектра будет, да. Какой-то такой мобильный пик. Ну, типа, Шторм в любой точке карты атакует. После, там, Мираны, ее стрелы или после Ultimate и Beastmaster, то даже спектр прилетает. Типа, минус легкий. В свою очередь, ЕГЭ у нас банят возможного керри. Возможно керри. Возможного мидера, наверное. Я думаю, что они будут в первую очередь рассматривать Вод Спирита как четверку. Ибо взят был в первой стадии. А если даже это будет мидер, то как бы Шторм против Вод Спирита ок. Поэтому в целом лучше рассматривать как четверку. И забанить того героя, который мог бы появиться в миду от Лео Стайла более такой крутой, чем Шторм, допустим. Ммм, Бэтрайдер. Интересно. Опа. Опа. Это второе появление дома в Северной Америке. На этом турнире. Я его пропагандировал пару раз на керри позицию. Но против других героев. Против Бристлбека, против Драгонайта. Здесь их не наблюдаю. ЕГЭ опять что-то придумали. Ой, не знаю. Такая бейбиги дота у Вилджиниуса получается. Дум один из тех немногих керри, который в целом вообще плюет на Винтеру Верну. Ты обычно берешь Винтеру Верну, ты знаешь, что сейчас дашь Винтерскерс и вражеский керри убьет вражеского мидера или там суппорта на крайняк. А здесь ты можешь дать Винтерскерс возле Дума. Ну Дум метчиком помахает своим, но сами понимаете, никого он здесь не убьет. Здесь вообще нет таких героев, которые там убили. Вот разве что Бестмастер. Если возле Бестмастера нажать Винтерскерс на кого-то, то Бестмастер, конечно, может успеть уничтожить. А так в целом не то, чтобы ультимейт Винтер Верна здесь переворачивал игру против пика и Вилджиниуса. Вот такой вот момент. Ну Инфернал Блейд в Колдом Рейс можно засунуть. Гореть соперник будет. Поэтому тоже вроде относительная контра. Мне кажется, нужен герой в центр, такой, которого Дум не сильно закрывает. Потому что... Нет, это все-таки пак. Я не могу сказать, что паку прям совсем тяжело против Дума. Я в свое время на Думе очень много играл. Там так долго замахивается Дум. Опытный пак никогда в жизни просто не подставится под ультимейт. Это до этого нужно, соответственно, давать какой-то контроль. Контроля очень много у ЕГЭ. Здесь без вариантов. Но при этом пак хороший здесь. Может разогнаться. Очень тонкие саппорты. Ну прям приятная игра должна быть для пака. С Юлом Блинком какими-то. Ловить его здесь нечем вообще. То есть бисмастеры Дума, они просто не успеют его поймать. Если опять-таки пак будет кнопки хорошо нажимать. Еще вопрос в пинге стоит достаточно большой. Как у Лео Стайл и сегодня с этим обстоят дела. Ну и пак очень хорош в сочетании с герокоптером определенно. То есть и пак, и винтер Виверна это два героя, которые будут делать сетап под герокоптера, чтобы он зашел в драку и всех расстрелял. То есть и винтер Виверна, и пак они останавливают соперника. Держат их в одной точке, в одной области. Что хорошо для МНЗ. Но с другой стороны может вот какого-то такого урона с физухи не хватить. Потому что опять-таки Дума будет довольно бронированным. Бисмастер будет с аурой. И герокоптер может быть непрост. Ну, может Фрэнк раскачается на тройке Фурионе. Всех убьет. Не знаю. Ну, теперь есть баланс между физическим и магическим уроном. У них тут все хорошо. Если Фурион там будет руками бить, герокоптеры так и так. Пак может там выбрать себе путь развития. Какой больше ему понравится, какой больше на команду подойдет. Вроде все гибко. ЕГЭ опять что-то придумали. Они уже показывали в этой серии периодически. Не в этой серии, на этом турнире периодически. Стратегии, которые они там реально выдумали. Но которые вообще не сработали. По типу Баунтихантер Вивер. Вот это вот все. Всплывало у них. Тандропредатор более метово. Но я не помню, чтобы они играли подобно. Я не помню герокоптеров и паков, например, в их исполнении. Так, а у нас там че, не рехост какой-нибудь? Нет, нормально же? Вроде нормально. Но не радует, конечно, что тандропредаторы начинают вылетать с самого начала. Но при этом и миран тоже куда-то отсеялось. Да, да, да. Все-таки каждый день мы желаем того, чтобы технические неполадки не вмешивались в саму доту. В сам геймплей. Это, во-первых, останавливает какой-то вайп. Тормозит хайп. Во-вторых, конечно, мы понимаем, что тогда и игроки не чувствуют себя лучшим образом. А значит, не показывают должной крутой доты. Вот. Но надеемся, что эта пауза, которую сейчас мы, друзья, понаблюдали, она была последней. Очень надеемся. Давай взглянем на коэффициенты от нашего партнера. Париматч 1.6 вижу на Evil Genius из 2.25 на серию в целом. И на карту сразу тогда глянем. Там то же самое. Прямо 1-1. Согласен с этим? Дум керри на 1.6? По матчу согласен, по карте нет. По карте драфты для меня более чем адекватные стоят с другой стороны. По карте я бы ставил равенство. По матчу, да, фавориты должны быть Evil Genius. Тут, как говорится, спорить не буду. Так, тоже начинает Фрэнк идти. Бить Артизия. Ремнант ты не пройдешь. Бодиблок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А он очень такой тоненький получается. Дум сам по себе. У него нет брони вообще. Его убивать надо? Сюда. Сюда, Артизия. МГЗ, правда, забрался в фрестбатной Винтерверни. Но ему тоже нормально. Он купит себе базилиус на линии с базилиусом. Будет приятно стоять. Там базилиус в Винтерверни. А, так это будет пятерка. Он базилиус на нижнюю линию хочет принести. Ну, это нормально для гирокоптера. А там мана, да. Ну, там, видимо, будет активный гирокоптер через Роккот Байридж играть. Здесь, я уверен, не будет никогда в жизни гирокоптера через вторую-третью. Эти ребята, в принципе, по-другому в доту играют. Они любят убивать. Там снизу ФБ собираются. Вернее, не ФБ, а первое для себя уже убийство собираются делать ЕГЭ, судя по всему, учитывая, что и Шадоу Демона Мирана там. Либо они просто втроем планируют душить гирокоптера с самого начала. Ну, тогда сюда может перетянуться Войт Спирит рано или поздно. Будем смотреть. Флай в позиции. Стрела мимо нет. Тайфлай. Настолько Флай не верил в эту стрелу, что ТП начал кастовать до того, как стрела куда-либо вообще прилетела. До того, как она была выпущена. Поэтому никаких фероспадов. Но на самом деле не было шансов, потому что... Ох ты, ракета такая. Слушай, она боль бы нападение. Просто иди сюда, боль бычь. Нормально его прощаем. Тяжело стоять на топе. В смысле не Фурион. Думу тяжело против Фуриона. Под Блайтстоуном. Слишком серьезный урон. Шадо еще, зная, что не особо бронированный Дум купил не Хедресс, а Баклер на линию. Обратите внимание. Чтобы просто побольше брони было. Потому что там, очевидно, Блайтстоун. И там урон с руки будет просто слишком сильно пробивать Артизи. Поэтому у него два ринков протекшн плюс Баклер. У него плюс шесть армора сейчас с первого уровня. Это, конечно, крутая идея. Крутая стратегия, чтобы просто Фурион не убивал. Буду следить за тем, что качает Артизи. Пока первая, вторая. Тут все понятно. Инферноблэйд здесь не нужен. И нападение на Фрэнка. За бодиблочить не получилось. У Курьера подрезать. Мэтью нормально. Мэтью может ревлатився. Вставляет ремонт. ТПшку делать просто под Тир-1. А, хилку здесь использовал так вот. А там может попробовать помешать отвести. А то здесь тоже не состоится. Или состоится. Нет, не состоится. Ну, думаю, позволили съесть крипа. Теперь у него есть Моноберн. Большая, огромнейшая пачка идет сейчас под вышку к Фуриону. Это все дело можно, конечно же, просто скромкать. Франк сейчас это будет фармить. И у него будет довольно хороший крипстат. Ну, понятно, попытается догнать Дума. Но там пулы. Отводит у нас со временем флайт. Красиво сыграно. Этому не помешал Мэтью. Поэтому линия будет сломана в ближайшее время. Когда я вижу таких игроков, как Артизи, на героях типа Дум, мне всегда хочется посмотреть, как часто они играют на этом персонаже. Сейчас не буду этого делать. ПС или Дика могут просесть на стриме. Поэтому сделаю это в перерыве. Просто любопытно. Уверен, что Артизи не каждый день играет. У него там бронзовый Дум. А Дум все-таки персонаж, на котором какой-то опыт нужен. Как ни крути. Надо чувствовать, что покупать, что качать. Вообще, Дум, как по мне, это один из самых гибких героев с точки зрения покупки предметов. Там настолько огромный спектр вообще того, что ты можешь себе купить. И что может быть полезно на команду. И главное, не совершить ошибки. В этом плане. Ну, какого плана мы здесь Дума ждем? С блинком? С Шадо Блейдом? Каким-то? Прийти, внезапно ультануть, накрыть пака из невидимости. Чтобы пак с миды там не начинал себя реализовывать. Я не думаю, что нужно одеваться как Дум третья позиция через Кримсоны какие-то. Ну, в крайнем случае это Акирас и Шива. Что хорошо одновременно и для керри, и для оффлейна. Ну, а ждаю Шадо Блейд. Шадо Блейд, мне кажется, это то, что прям обязательно надо купить. Потому что, окей, там у соперника может быть и гемы, и постоянно сентриги. Но один раз в драке вы пропустите внезапный вырыв Дума, который будет хороший, ему спит. И он даст свой ультимейт и выиграет драку тем самым. Вот, остальное, видимо, уже прям опционно как-то. Не знаю, может быть, Мидас вообще бахнуть в этой карте нужно. И просто перефармив гирокомтер. Так, ну мы больше как-то все про верхнюю линию. Что у нас в центре? Да посмотрим. Пак 27 на 4, 25 на 2 Шторм Спирит. Стрела, комбинация Вортекс плюс Стрела не сработала. Мойте просто пытается мешать Шторм Спирит выкачивать лес. Пак стоит в центре нормально. По надворцу пак даже чуть повыше, чем Шторм. Ну, окей, там равенство. Там сольтная равенство, там все в порядке. Кто не дофармивает? Все дофармливают. У всех, да, все неплохо. Вот и сапог подрезал Крит. Есть лип венчентов. Самый главный дракон не бил Крита. Крита есть ТПшка, гоняться ним нет смысла. Тем более тратить на это 2-х суппорта. Время 2-х суппорта. Так, контроль баунтируем. Пятая минута. Две снизу должны забирать ребята из стандарт-предитера. Одну заберет Флай. Вопрос, пойдет ли за вражеской. Идет, идет, идет. Лио Ставил не пойдет в ту сторону? Нет, Лио Ставил тоже не пошел. Потратил арбу. Влиннее, пошел, но опаздывает. Вот, и Флай забирает Руну. Лио Ставил наказать за это не может. У него пятый уровень. Ничего не сделать в этой ситуации. Ну, по две. Окей, ладно, по две так по две. Крит уже и центр охраняет. Как раз находит его сейчас Мэтью. Говорит, Криту тут не стой. Стрелами ты тут попадать не будешь. Вообще, конечно, пока импакт Мираны под сомнением, да, ставится. Потому что, ну, Крит вроде есть, а стрелы вроде как и нет. Убийства никаких. Ноль фрагов от команды Evil Geniuses. И что будет делать Мирана, пока не понятно. То есть, если ты вначале не доминируешь стрелами, не попадаешь, то, конечно, можешь выкачивать лес, сбивать больших крипов и выходить в какие-то шмотки. Ну, либо ты Мирана, которая используется против каких-то крипов с Доминатора. Но здесь Доминатор никто собирать в команды. Тандер Пендер не будет. Поэтому, что будет делать Крит, пока не всем понятно на этой карте. А, дабл дамаж. Полетел на перехват Флая. И Сайленс. Ну, тут Шторм накажет в таком случае Пака, да? Флай до сих пор жив. Теперь Фрэнка попробуют убить. Крит стрелы, он попасть, конечно. Прям разворачивается, Шторм. Уже не получится. Мана есть. Есть мана, немного, но есть. Ремнант. О, мать ё. Ну, там стрелания, шикарная. И уйдет, наверное, да? Все-таки уйдет. Ну, хорош. Хайлайтит, хайлайтит пока, ребята, с двух сторон. Что МнЗ с легкой? МнЗ. Два РСБенда пока взял. Рокет Бэрэш третий. Есть колдаун. Ну, линию подпушивает постоянно за счет флайка своего. Бестмастер, поэтому подвышка там свой натвор собирает. Ну, надо что-то. Фейзы. Фейзы. Фармить, фармить, фармить. Не знаю, молнии, наверное, Мом. Что там МнЗ? Доминатор? Непонятно. Все по-разному делают. Уже видели доминаторы, Мом и Аганим. Молнии, не помню, если честно, в Америке. Молнии были. Были один раз? В первом, в первом, да, один раз были. Один раз было. Сегодня, например, в Китае был хороший. Гирокоптер там пофармил от команды Астар. Купил он себе первым артефактом, по-моему, Мом. Если я не ошибаюсь. Потом Аганим и КБ сразу был под виспом, правда. Есть большая разница. Ну и просто потом всю команду вражескую бил, потому что было слишком много слотов. И с ними не справились. Я одним глазом смотрел эту игру, я даже в чате у тебя там писал. Ну, увидел панду. Кто пикает брюмастера, тот проигрывает в доту нынче. Так-то все было неплохо у соперника Гирокоптера. Да. Двух героев. Парда времени. Так, Райоя стоит аккуратно. Но на самом деле Dreamcoil получит, да, и здесь МНЗ. До свидания. Как-то Райоя очень странно вышла. Знаешь, как он выходил? Он выходил под повара прону. Это жесткий тайминг, который там в торпедах соблюдают. То есть очевидно, что в миде четвертая, шестая, восьмая минута. Для героев с бутылкой, это та минута, где бидеры будут высовываться и смотреть, что там заспаунилось. Я как раз в торм пошел, посмотри, что там заспаунилось. А там герои. Плюс вышка сломана сразу. Но вот активность проявляют. А то я как раз хотел посетовать на то, что вроде две достаточно активные команды любят прям с первых минут доминировать. А фрагов было всего, сделано в тот момент, четыре на две команды. Тут же какой-то перехват. Вышку сразу сломали. Хорошо, стрела летит. Опа. Ну, Мирана пока 0-1-0. Крит. Вроде бы связка с Шаду Демоном, да? Казалось бы, куда проще. Я понимаю, в соло Мираной бегать сложно, стрелами попадать. Но с Шаду Демоном-то, это же классика жанра просто. Дизрапшн, стрела, изи. Но, видимо, нет просто возможностей. Не подставляет соперник, даже не знаю. Нижняя линия деревня будет пушиться. И вот Джениус из прожали. В чужом лесу сейчас смог. Вот красно самая связка саппорта постарается отработать. Бульба спушил. Бульба-доминатор. У Фариона Владмир будет первым. Пытается верх разменять тоже. Он в начале своего пути. Видно, здесь артисты. Интересно, закупаются. Там Владмир плюс барабаны у Гирокоптера. Я барабаны не видел сто лет. Ну, всё, факт пытал. Вон, давай ли уставил. Наберёшь. Хотя его не гонят. Он может выжить, да. Поезда, нужно попадать. Нужно попадать. Сейчас увидит, сейчас увидит и попадёт. Лай. Ладно, не увидел. Лол. Зато какой кулдаун, да? ЕГЭ запустили. Две минуты не будет дума. Ну, это странно, потому что они пытались две цели убить. Стрела залетела в ту цель, в которой был дизрапшн. Как бы комбинация сработала. А Дум говорит такой, ну я ультимейт пацан дал так-то. Если что. Стрела мимо. В этот раз Dreamcoil. Флай себя прячет. И гирокоптер подходит. Здесь не отпустят, потому что точно что у демона. И надо отступать отсюда в Thunder Predator. У них ресурсов не осталось. Они не отдали аванпост, поэтому экспо получили ребята из ЕГЭ. Плюс ещё Мирана в дерзкую, в наглую идёт забирать третью. Баунтер он у Фуриона здесь. И Мирана разворачивается. Это очень опасно. И должны были вот после этого разворота от Мираны поднять, что там Барт стоит. Не надо его снять. Потому что Мирана всё видела, и она разворачивалась только после того, как я увидела анимацию телепорта Афариона. Это прям триггер. Ну что, ЕГЭ потеряли саппорта, но забрали лишний экспо за ванпост. Бышка на топе бласнись на. Так, а у нас Крит. Книгу покупал или нет? Наверное. Брассует. Ну если он не убивал, у него экспо могла появиться. А у Радиент, который? Раморор. Вот спирт. Третий фраг до команды ЕГЭ. Чё ты потерял? Кто у Радиент книгу приобретал? Просто опять отметил бы, что Мэтью находит вот это пространство для четвёрки и снова получает экспо активное. Шестой он взял, по-моему, без книги. В Виверну тоже нет шестого. Пока там шадут демон. Уровень пять. По спорту там, ладно, равенство есть. Есть чуть побольше экспо ЕГЭ, суммарно. У них два героя девятого уровня. И супер фармящий дум, у них которого не остановили. У него же барабан. Взял себе статов сейчас. Артизия плотный. Артизия сильный. Вот Аура ещё и Доминатора будет. Ну, понятно, что гирокоптер его расстрелять должен. Ну, пока, да? В лейте гирокоптер точно сильнее в разы, чем... Нет, я вот на этом этапе игры, имею в виду, сейчас драку 5 на 5 устрой. Под римкойлом будет бегать Дум. То гирокоптер там магию вольёт. И Дум, по идее, не должен справляться. 1400 здоровья. И что он может сделать? Потом появится какая-то БКБшка, будет сложнее. Стрела залетела. Точно в БАК. А ну тут пытаются убить Райоя. Опять, видишь, по 12-ю минуту. Как они ловко вот эти тайминги ловят. Они знают, что Райоя любят собирать эти руны. И постоянно выходят, вот уже в них первый раз. Наказывают за этот контроль рун. Это ошибка ЕГЭ в том числе. Но заслуги Thunder Predator тоже здесь есть. Честно, скажи мне, там, месяц назад, два назад, что Thunder Predator будет на равных с ЕГЭ играть в плей-офф турнира? Не поверила бы. Да, понятно. В основном составе бы в это поверить было еще сложнее. Но даже так. Так опасно, какой-то уже нет. При этом гирокоптер с командой нет. Фуриона с командой нет. Фурион прилетит, гирокоптер максимум на Т2. У него телепорт. Дум спрятался, если что. Дум спрятался. Ой, красавчик. Ортизи лучший. Рео-стайл в этот раз точно умрет. Не-не-не, тут только динайд. Сейва нет. Динайд пытались, не получила. Праймл лауэр, спринтер верно. Гейзман пульс какой-то от Мэйтио. Мэйти диссимилейт. Прейк-прейк, ушел вроде. Еще один астрал степ остался. Как он спрятался-то круто, а, за деревцем. Прикольно сыграл. Че, рейдин-то не одуплили. В центре еще и выход в это время на Фрэнка может быть. Зажимают его с двух сторон, потягивается просто Дум. Подмулает шаду. Ну и Фрэнк тоже отъедет, да. Три минуса. Вообще не сориентировались в этом моменте. Тандер-прейдетер не прочитали, что будет делать соперник. Ну, вопрос, как теперь реагировать. Ну, вышку надо отдавать, потому что сейчас если они будут телепортироваться по одному, они просто будут гибнуть. Там стоит ястреб, опа, нашли. Крит-а, крит. Саленс, если силы его забрать. Лип-аут просто уходит. В это время под шумок Бульба смог забрать вышку. И оттягивает с командой его Genius. Проход замечательно. Получил столько денег. Пособирали столько XP. Сразу вперед вырвались. Неплохо сыграно. Да, и вот Дум будет делать себе блинг. Пока-пока закрывает. Дважды закрыл из этих двух раз. Один раз удалось покупать, второй раз. Чемпиарс не получил, второй раз получилось. Ну и как-то вот Лео Стайл Смидо вроде неплохо линию отстоял. Вроде бы даже Том Спирита дважды загангали и могли саппорты. А блинка все еще нет. 15-ая минута. И в игру пока особо не вошел Лео Стайл. Я бы на месте Лео Стайл здесь задумался о покупке линки. Через рор не нападут, через дум не нападут. Хороший будет предмет. Где-то впоследствии, попозже. Не знаю. Линка это конечно с его варианта. По-моему все что нужно это реакция. И можно обойтись без линкенсферы. Дорогостоящий артефакт. Вот ты не хочешь покупать сейчас сразу линкенсферу, потому что пак урон тогда не выдаст. Да, это правда. Единственное, мы не знаем какая там история с пингом на самом деле у Тандер Предатор. Факт урора постоянно приходится учитывать. Учитывая, что южноамериканская команда играет. Если ему комфортно играть, то может быть и без линки обойдется. Купит ее очень поздно. Если не комфортно. Так, там стрела хорошая. МДЗ под двумя кабанами. Эррор даже потратили. Убили. МДЗ. Гороков-доропа. Слограунда заходит на хайграунд. Его просто убивают через Doom. Там ШД конечно забрали. Там еще ШДом спирит делать. Нефижн-то есть? Они не выигрывают. Там рейндропы. Стрела летит. Ой, Doom врывается со стана. Вот похороны команды там. Похороны. Что-то зажали их ЕГЭ. ЕГЭ прям душит крепко. Вот во вражеском лесу обосновались. Вроде бы куча, куча вардов, куча центреи стоит. Тандер Предатор. А все равно пара героев снизу, пара героев с центра. И не там, и не тут. У них не получается сделать хорошие мувы. Ну и вот Doom от артизи себя прав. Эти вот блинки под варстомб. Идеально конечно влетает. По кулдауну практически использует свою ультимативную способность. Ну и теперь осели. Просто осели. За последние две минуты прям... Огромное преимущество ЕГЭ сумели заработать. Я даже не про деньги, а про контроль карты. Там по левелам очень сильно оторвались. И сейчас будут зажимать. Будут продолжать зажимать. А здесь с Фурионом надо будет таким образом сплитпушить. Тандер Предатор. Просто выфармливать герокоптера. Мечта неприятная. 5000. Тяжело. Стрела. Лео стайл. Ооо, но нет. С такой реакцией на паке ты не отыграешь кто-то. С такой реакцией не получится. Говорю, перемудрили. То есть есть моменты... По моему очень сильно с этим паком. Есть моменты, где ты, конечно, из Тумана Войны не ожидаешь, что соперник внезапно даст какой-то нюк. И там среагировать реально трудно. Но когда в тебя летит стрела, не прям с кустов где-то, а ты все-таки имеешь возможность ее увидеть сперва. И ты не реагируешь, нажимаешь shift. Это либо пинг, либо просто не проснулся. Лео стайл. Но пока пак просто выпадает. Закрычит или смерть слишком много с блинком. Играть не выстраивается. Это МНЗ там тоже с агонимом. Типа фаст агонимом. Но типа уже минута 19-ая будет, когда он себе ее принесет. Кулдаун. Залетает. Мэтью. Там сейф от шадоу демона. Стрела. Фурион. Ооо. На прилетающего фуриона стрела прилетела жестко. Жестко. Прилет. Шторм спирит. Прилетает. Винтерскерс. Фак. Придет. Шадоу демона разменяли. Пошел флэг. Вот может быть сейчас пробить соперника. Хватит ли сил. Да. Думу убьют. Праймал Рорну минус Шторм. Хорошо. Стрела залетает точно в пак. А Старшторм. Но урона не хватит. Дальше за Бульбу. Пошла ракета. Спятал саму Лайт Шадоу. Бульба. Пау. И накрывает его тоже. Убьют. Неплохо. Неплохо Тандерпеттер. Сейчас хороший файт получился. Да. Отличный файт. Трипл килл для Гирокоптера. Который резко на вторую строчку вырывается. Проигрывает только Думу с Девауром. Это нормально. Думаю, игра у нас еще не закончилась. Плюс стаки нашли, смотри. Так, забирать надо. Ну вот, сетап. Вот, о чем я говорил в начале игры. Вот этот рапт увидел. Увидел сетап. Винтер Верна дает Винтерскер. Стягивает трех героев. Дальше пак выключается. Дает Дрим Койл. И все. Это все, что нужно МНЗ. Стрела. Ладно. Крит. Стар, что байпай. Попытай будет не конец. Там Урса, там Урса, ты шторм. И Холдобрейд, ревнуты взорвут. А, да, не ушли. Задержались в чужом лесу. Типи. Стаки зафармили, но платили за это. Это 1-2. И под Рошана, да, сразу. О, еще и стрела опять, что ли, Мэтью? Нет, Мэтью просто ушел через телепорт. Я же боялся, что у него залетело. Да, но это вот Рошан. Это Рошан сейчас. Рошан дамеджи не так много его джиньосов. На них есть запас 30 секунд. Там Ауре. За которые они могут забрать. Идеально нужно, конечно, вот драки устраивать Андерпеттер. Так, чтобы была информация, был Вижн. Чтобы Винтер Верна была Винтерскерс. Пак зашел, не будучи целью какой-то, а будучи внезапным героем с хорошим прокастом. Герак Коптер под это дело подоспел. Но когда он влетает в них, то спасить они уже не могут. Дать такой же Винтерскерс, как до этого был, еще пару раз, это очень сложно. Надбайтить? Там ЕГЭ прямо намекали. Пацаны, мы тут стоим втроем. Киньте в нас, пожалуйста. Две баунтируны за Типи. Три же. Три, да. НЗ после аганима Сия. Какой предмет себе ставит? Вот он не стал, благо, покупать себе барабаны. Потому что сейчас, будь у него барабаны и не будь аганима, было бы совсем тяжело. Такой промежуточный артефакт, с которым ты где-то поддавить хочешь, а тебе не дают. Тебя наоборот зажимают. Все-таки большие вещи будет покупать. Так, ну немного по экономике выправили ситуацию Типи. Мы сейчас под Вардом видели Мэтью, Монлайт, Шадоу, Дум. Я говорил, может быть, Шадоу Блэйд, но зачем Шадоу Блэйд, если есть Монлайт, Шадоу? Мэтью. Легкая цель. Ну, наверное, без Дума надо забрать. Тайминг стал. Без Дума бы не убили, он бы ушел из Дума. Ну, с Дума нам этим. Тогда. Это то, что устраивает Типи, я думаю. Вообще, Артизи как Радианс себе купит. Как же он будет сжечь? Вот на самом деле я могу сказать, что покупка Радианс, такого дорогостоящего артефакта на Думе, это может стать прям критической ошибкой. Потому что это все еще вообще не спасает тебя там от Раскаста. У тебя 1800 здоровья на 22 минуте. Это вполне цифры, которые можно пробить. Да, ты сам сжигаешься, ты сам нападаешь. А если все-таки произойдет то, о чем мы говорили, та самая волшебная комбинация, которую я тебе распредемастрирую, типа. Вот там тогда Дум погиб, при той комбинации. И если так подумать, то сильнее Дум с той комбинацией не стал. Ну, то есть я имею в виду по статам, ну, окей, какой-то там у него промахи появляется. Может быть там два левела поднял. Вот. Поэтому пробить будет может. Я неужели на хайграунд. Ну да, с Аегисом хотят. Только пролетает, он опасно. Ревнант. Подошел. Он подставляется, у него Аегиса нет. Угу. Плохо потерял. Сейчас немного восстановили. Улетает. МНЗ просто сплитит. Пармит. И скоро купит тебе БКБ. БКБ это будет. Ой, ну нет. Кремкоил вынуждены поставить. Шторм летает. Нет, Фрэнк стяжался. Саленс, конечно. Димоник Пурш. На Пака. Лететь. Тут как бы Пак ушел вообще. Блинк использует. Но там очень быстро передвигается Doom. Очень быстро передвигается Doom. Артизи может зацепить Лео Стайла. Есть Арба. Уходит. Уходит. Перехват это Бисмастер. Еще Праймл Роу. Гирокоптер. На! Нет? Дайвили. Дайвили, Ивл Джениусус. Да, дайвили. 4К. Преимущество не растет у Ивл Джениусус. Но отставание, конечно, Кор Героев оно видно. Невооруженным глазом. Еще и напрягает то, что у Гирокоптера, конечно, вот 11.4 вроде бы. Но 3.800 надфорс, который вообще не реализован пока. Он вот думает, что как ему закупиться. То у него с Эджин Яша стоял. А то вот сейчас БКБ стоит. Оп. Вот. Это реакция нормально. Doom есть. Очень быстро передвигается. Ой, а что это за Орбл? Он просто из-под радиуса выбежал. Ай, стрела опять. Как же Крит попадает сегодня. Да, вот не было начальной стадии стрел. И тут на тебе. Что БКБ будет у Гирокоптера? Посильнее станет. Ну, понятно, что сквозь БКБ тут идут. Мы Праймал Ро работает. Но все равно. Видимо, они худшие хоть тоже. Много чуть через БКБ работает. Но все еще это не тот тип Гирокоптера, который, конечно, в соло разорвет. 200 мс пришли осталось. Ну да. Может быть, ПК и не стоит все-таки брать с таким игроком. Потому что явно другого геймплея мы ждали. Опять наглую врывается. Не знаю, его так показать надо. Он так вот прыгает. У него не Тайегиса. У него всего лишь там где 300 здоровья. Окей. Сенс Ринг, конечно, который помогает. Но, может быть, с другой стороны, ЕГЭ байтит на этого персонажа. Потом сразу, естественно, будет контр-инициирование. Мяко у Крита есть. 25-й, не контролит руны. Идти смаковаться. Там ястреб. По центре, там ястреб сбит. Для смака момент уже упущен. Соперник уже собрал баунсер уроны на 25-14. Надо ходить на 23-15. Тогда есть шанс что-то забрать. Просканировали территорию, ЕГЭ читает Тандер Пентер. Ну, сложно не прочитать. Когда соперник вот-вот стоял, там отбивал Тир-2. Где-то. Снизу Тир-3. Вот тут мне завтра пропадает. Малая шаду ответа от Evil Geniuses. За счет-то законтроленных баунсер урон экономика подросла. Нужен файт хороший. Шторм без Аегиса. Нужно подраться. Попробовать реализовать БКБ на гирокоптере. Давненько не было Винтера с Киоросом. Да вообще не было давненько драк. ЕГЭ только точечно кого-то выцепляли. Андре-Предатор выходит в смаках. Опасно идут. Пульба там Кримсон вот-вот возьмет. Вообще гирокоптер дэмэджа немного будет наносить. У него пока нет слотов на урон. Чем дальше, тем просто сильнее увеличивается экономика ЕГЭ. Они за счет Дума всегда будут чуть больше получать. Дума сейчас с огромной скоростью фармит. Прыгает. Последние разы не получается, конечно, зацепить. Непростая задача на Думе вплотную так приземлиться. Да, преимущество, конечно, растет немыслимым образом. Смог. Где-то вот-вот, конечно, должен состояться тот самый финальный файт. Там либо Тандер-Предатор выигрывает и еще держится на плаву в карте. Либо все-таки побеждает его джиннис, карта сразу заканчивается моментально. Ну, ждали БКБшку ЕГЭ. Получили на Думе. Вот теперь, конечно, уже да. Теперь магический прокаст не покоцает Дума. Деймкоил ему не страшен. Будет просто и фронт лейнете, и урон выдавать. Таймпайп Крипсон на Бестмастере. Ну да, и Шторм Спирит тоже БКБ собирает кликом 10-ти годное делает. Ну вот, был момент Тандер-Преда, где можно было напасть. Где еще не такие неуязвимые были герои от команды ЕГЭ. Но вот сейчас уже в Интерверну заход. Шторм Спирит влетает, это байт. В Интерске Орс интересный. Урона нет. Под него можно ли сыграть? А, Прямо Урор в паках. Все. Минус Винтерверна, минус пак. Раскасты были потрачены. Драки здесь не состоялось. Просто ЕГЭ как коршуны налетели на соперника. Минтер до этого кулдаун свой тратил вообще в другой части. Да ладно, да ладно. Неужели выживет? Выжил. Герокоптер сверху там просто на одну пачку крипов по линии кинул кулдаун. Учитывая, сколько там КД сейчас. Наверное, так разбрасываться способностью не стоит. Где-то помогла сейчас убить. Два героя остается за Фрэнком. И остался один персонаж. Выходит, выходит Андерпиадор. И, конечно, оказывают жестко. Ну нет, нет идеи у команды ATP, как это переворачивать. Если там в предыдущих матчах посмотрели, когда они играли против североамериканских команд, там была прям идея. Там они хотя бы примерно видели, что стоит нажать, как нужно действовать, чтобы соперника поймать и уничтожить. Здесь идеи просто нет. Нет комбинации, не играют активно. Ну, то есть, я имею в виду, не пытались сами родни разу напасть. Не был такой. Только лишь отбивались. Один раз отбились удачно. Остальные разы драки проигрывают. Ну что, Рошан. Одна из последних попыток для ATP подраться. Сейчас нет смысла драться не за Рошана. Просто так его отдать. Я же знаю, как это потом пойдет. Это потом мы будем смотреть, как ломается база. Будем ждать, пока закончится Аегис. Если уж пытаться, то... Уже на Рошане. Да, улыбнись. Было бы удобно улыбнись, конечно, когда там какие-то намеки на рапиру были у Гирокоптера, но у него ничего подобного нет. Так, Лизорер. Уйти. Дум там. Пробежался. Плейтмейл уже есть. Стрела. Точно попадание в Рошан. Мы этим можем накрывать. Даже Рор тратит в него, не жалеют. И убивают. Кулдаун, даун. Ничего себе. В такой позиции, под такой кулдаун залезать на хайграун нельзя. Тридцатое. Снова оба ванпосты под контролем ЕГЭМ. Снова баунтируны можно пособирать всем. Поймать Фариону, например, тоже снизу. Вариант забрать Рошана. Ну, все одновременно делают его джинниусы. Чувствуют свою неуязбивность. На. А вот и крит проверил Фрэнка. Да ладно. Ушел. Пожалел дома. Это я Егис. Бестмастер забрал себе Сцир. Да, вот на бестмастере, конечно, вот лучший тиммейт оффлейнер, лучший тиммейт третьей позиции сейчас в исполнении бульба. Такая раскачка, такой билд, который ты хотел бы видеть каждый раз в своем паблике от третьей позиции этой команды. Чтобы он купил все на команду, вот просто все купил, все виды аур, пожалуйста, все виды защит. Вот не хватает лотоса сюда еще бахнуть вместо сапога и все, просто реально лучший тиммейт на свете. А, гирокоптер БКБ не нажал. Я уж, интерстерс, демоник фурдж, хэн. БКБ, конечно, не нажал зря. А все, урона нет без гирокоптера, здесь просто будут все погибать. Все, кто подойдет, минус 2. Можно ломать последнюю Т2-вышку в команде ЕГ и заходить. А можно и не ломать, можно сразу зайти. Да, заходят и будут сносить. Вимсон, вайп не нажат и до сих пор. Все в активе. Но Фрэнк даже не защищает, понимает, что защиты невозможно, пока гирокоптера нет. Гирокоптера можно и выкупиться, пожалуй. Ну, полторы тысячи колдей, даже если он их сохранит, он не купит себе какую-то шмотку. Максимум, там, не знаю, Шадо Блейд какой-нибудь. Аганим только-только появляется у Лео Стайл. Бем, молниеносная атака. Так вот, какие у меня две мысли по поводу сыгранной карты. Не надо брать героев, которые чувствительны к пинку настолько, насколько чувствителен пак. То есть, обойтись без этих персонажей что-нибудь попроще, пожелезобетоннее. Ну и чуть больше, наверное, искать своих моментов по игре. Не так вот совсем прям закрываться и бояться-то куда-то выйти. Пробовать, пробовать игру возвращать. Болтуа, но теперь они в атаку пошли. Но, представьте, сколько поздно, уже 25 тысяч отставания. Там уже партефакты мне вывозят. Минус интервью в Берна. МНЗ. Флэг. В ВКП пострелять немножко. Ну, какой-то урон вписал. Этого урона уже недостаточно, конечно. Умирает Фрэнк. Гуд гейм, был плейт. 1-0 в пользу Evil Geniuses. Ну и в шаге от вылета ребята из Thunder Predator. Вчера так уже было. Вчера они уже были в шаге от вылета. Там получилось. Но видно, что ЕГЭ намного увереннее играют. Неудобный, возможно, соперник для Thunder Predator. Плюс Thunder Predator. Ну, действительно, есть у них пинг. Действительно, испытывают трудности. Нужно, наверное, брать то, где это не так помешает. То есть, никаких паков. Все верно. Будем смотреть, что придумают на второй карте. И пока мы в шаге от того, чтобы видеть североамериканский финал. Слушай, вот я видел, да? Момент один, который добавлю. Еще поединка на паузу зайдем. Ведь Артизи и билд такой выбрал, и герой такой выбрал, что именно играя против соперника с пингом, ты раскроешь своего персонажа с наилучшей стороны. Потому что на врыв дума с блинком и с останчиком любой хорошо среагирует, у кого нет пинга. А вот не среагируют те ребята, у кого пинг высокий. Так что немножко чит. Этот керри и дум. Ну ты и душишь, конечно. Такие нет. Я сейчас душу. Это E-LJ, у него задушили команду. Ну что ж, будем уходить только в случайный перерыв. Будем ждать вторую карту, EG1-0. Надеюсь, бой состоится. И мы не увидим однокалиточный E2-0. Далеко не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok